всем привет всем здрасьте дорогие друзья сами кисели в общем я хотел сделать одно большое видео но потом понял то что это будет слишком долго и решил разделить в общем сейчас мы пойдем искать с вами дворца гор и еще там будет некий квестик дальше с ним могут проблемы и чтобы так сказать сэкономить ваше время рекомендую посмотреть потому что ну это реально что-то как-то долго получилось как набью руку как прокачаюсь нормально будут уже подробно обзоры гайды и возможно даже стримы ну что ж с вас как всегда лайк подписочка колокольчика сми контент поехали ну ладно идем к творцу гор давайте-ка посмотрим где ты делал у нас на карте так но у меня тут есть или порт погнали туда посмотрим заодно что у нас там происходит блин это был кстати архонта подойти чтобы исцелиться ваш вроде там по коцла нет не по коцла практически давайте-ка смотреть очень странно то что творец горни на такой гигантской высоте там тут там за грехи замаливает что ли или что похититель сокровищ дожались надо мной могучий адеп молю вас пощадите меня и моего братца отпустите нас все в порядке ты ты кто такой мы тебе первые спросили ох если вы безопасно прошли в заобычный предел это может означать только одно вы посланники адепта вас отправили сюда чтобы спасти меня и моего брата нет о чем это он прошу смеетесь могучий посланники просветленных адептов я умоляю о помощи мы с братом пришли сюда только из-за бедности мы услышали о несметных сокровищах датаит гора хулау как же глупо мы поступили но мы всего лишь хотели поправить финансовое состояние нашей семьи мы поднялись по тропинке высоко в горы но вдруг янтарь он поглотил моего брата ледана я бросился прочь я бежал что есть мочи и только сейчас до меня дошло что мы лишь перешли священные границы и за это понесли наказание я понятия не имею как спасти брата поэтому начал молить адептов о помощи и вот ко мне явились двое посланников что ты несешь мы никуда не посланники адептов мы сами тоже ищем адептов как и все не менее вы посланники вы должны быть посланниками я не знаю какой именно янтарь схватил моего брата прошу вас спасите его умоляю проявите хоть немножко милосердия адептов хорошо посмотрю что можно сделать спасибо спасибо вам могучие посланники простых адептов я обещаю что впредь буду вести себя хорошо да и где и куда пойман собиралась спросить него где можно найти адептов но похоже что не углы сейчас только спасение своего брата так понятно значит по его словам попала в янтарную ловушку где-то в районе горы хулавы и он ни разу не сошел с тропы значит мы должны идти по этой тропе и проверить и синтарь который нам встретиться на пути ну потрясающе проще вот так вот лететь так раз-два он по-любому будет посередине в конце так а он так разваливается быстрее нежели огнем поэтому мы не получилось здесь он-то улетит все гуляя парень понятно тоже нифига интересного зараза неудобно вот там бьешь птичку спасли да сколько же вас там то ну естественно без этого нельзя просто найти пацана и все не да развались ты быстрее как он там вообще прыгает так осталось раз-два-три хрюндель блин бешеный который дамажит долго 4 тропа это будет длиться мне интересно да слезь ты блин я не мешаю сундук и да конечно же так он идет на него они туда куда мне нужно потрясающе если будет самым последним это будет срака смело идите на самый последний хэ хэ что что происходит вы спасли меня спасибо вы знакомы с моим братом его зовут лидии мы вместе собирались на гору надеюсь он не угодил в янтарную ловушку так уж как я попросил тебя на спасти у значит не все хорошо спасибо вам я отправлюсь своему брату главное опять не угодить в проклятую янтарную ловушку таком нет еще прикажется делать поговорить с льданом и ледином давайте я так понимаю мы за это видео разберемся и с этим адептом и с другим ну что прям инфа была в одной кучке благодарю спасение моего брата могучие посланники ты встречал адептов что нет мы только слышали что они живут где-то на горе хулау но простым смертным редко удается воочию увидеть адептов в отличие от вас вы ведь их посланники вы стоите совсем на другом уровне в любом случае мы уже слишком долго находимся на территории адептов без разрешения пора продолжить путь спасибо вам могучие посланники адептов да спасибо вам посланники да не посланники же мы те же сказали вы чеканутые вот было бы здорово если бы мы вправду были посланниками адептов судя по всему это вода ты достаточно скверный характер но мы же не сделали ничего плохого поэтому у нас не должно возникнуть никаких проблем кто послал проигрывать мои владения кто освободил вора из заточения птица глупые смертные понесите же заслуженное наказание чё серьезно сейчас драка еще будет что ли встретиться с творцом гор ну вы вторгаетесь в заповедную гору хулау вы уничтожаете мои янтарные ловушки вы даруете вору свободы не имея на то ни малейшего права действие вора скарбери адепта на то что натворили вы переходит все возможные границы подождите мы можем все объяснить вот смотрите печать согласия не знав что ки еще остались в мире смертных на заре времен властелин камня лично даровал их простым смертным говорите я хочу знать что привело вас ко мне проявите мудрость и говорите правду вряд ли вам удастся меня обмануть путешественник объясняет что произошло в гавани льюэ властелин камня убит во время церемонии сошествия кто же вливая во всем мире посмеял бы на подобную измену или стоит спросить у кого хватило бы на это сил властелин камня поручил адептон защищать льюэ и мы честью выполняли свой долг чем лучше жили граждане города тем выше мы уходили в горы это был жест доброй воли в человечество теперь когда вас линка мне больше нет путешественник ты принес мне дурную весть я знаю почему владыка лун послал за мной мне нужно закончить некоторые дела требующие моего внимания после этого встречусь другими адептами а что происходит с этим янтарем пойман знает книжка говорится что у адептов есть магические силы похоже что и действительно так трава это волос адептов орехи и к слюне ну и с янтарем должно быть что-то в этом духе получается дождь что слезы адептов вы несете полную чушь это янтарь производят особые цветы наскальные подсолнухи чаще всего эти цветы раз под землей если наступить на такой цветок то попадешь в янтарную ловушку когда я поселился здесь я посадил множество наскальных подсолнухов чтобы сохранить тишну и спокойствие в этом месте на протяжении долгих лет они помогали мне сохранить покой еще в эти ловушки попала много разных интересных вещиц получается что этот янтарь живой получается что так поэтому я не могу так просто оставить это место и подвергнуть риску жизни невиновных я отправлюсь путь как только разберусь с этой проблемы я полагаю что вы отправитесь путь намного раньше ну да ну да ну да а у меня там все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахать и колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плави со всеми видео касательно геншин импакт это вроде 32 видео но очень со временем будет постепенно нарастать нарастать контент и надеюсь я уже скоро время смогу выпускать нечто более серьезно касательно гайдов обзоров и стримов плюс будут ссылочки на другие планисты по другим играм с этого канала и light dangerous пожалуйста satisfactory факторию киберпанк вольхеймы различные там и хорроры стримчанские повахи все-таки еще и фанаты вахи ходе играю в аниме игры в общем довольно много чего интересного плюс будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группа вк дискорд сервер и телеграм-канал где публикуются информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также с играми дискорде имеются чат и что вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр искать себе компашку чтобы поиграть хоть даже в дотку я вас не осуждаю сам играю в различные игры в различные жанры как вы уже могли заметить плюс пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на канале какие обзоры какие гайды какие стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока